всем большой большой привет еще в пятницу обещала вам что расскажу что же интересного еще у нас произошло у нас вообще это лето насыщено скажем так событиями и хорошими приятными моментами дай бог чтоб так и продолжалось всегда не только этим летом значит в пятницу у нас произошло очень приятное событие я получила карту вот сейчас у меня в руках ауфенцаль карте она называется ауфенцальт карте это внж в германии временный вид на жительство который дают на пять лет я очень счастлива потому что мы этого ждали долго шли к этому долго но сейчас покажу вам и расскажу все очень подробно думаю что многим это будет интересно особенно тем кто собирается здесь жить и у кого может быть такая же ситуация как у нас знаю что у многих есть такие вопросы многие мне писали спрашивали как что происходит сейчас все по порядку вам расскажу ну во первых напомню что мы поженились 8 апреля в этом году и после этого у меня были все законные основания находиться здесь законно официально так как по закону германии если ты являешься супругой гражданина и с ты имеешь право уже здесь находиться без каких-либо там виз без визов и так далее мне не нужно было возвращаться в украину делать там делают визу невесты всякие там визы на высоединение семьи все это делается только в случае если ты выходишь замуж за гражданина германии за немца на самом деле при выходе замуж за гражданина с таких законов и таких правил не существует здесь все намного проще и так после того как мы расписались мы сразу же подали в местную администрацию заявление на то чтобы в ней сделали прописку без прописки уже еще не было смысла подавать ведомство по делам иностранцев на внж без прописки его никто делать не будет то есть первым этапом первым шагом была прописка мне ее достаточно быстро сделали несмотря на то что на сайте было написано что все по терминами следующий термин там через три месяца мы пошли туда и просто взяли номерок и зашли и нам все сделали буквально за полчаса были конечно вопросы почему мы так почему так долго здесь было несколько месяцев но в связи с пандемией это считается немножко такой поблажкой считалось сейчас я думаю что уже нет сейчас чуть легче с пандемии границы открыто уже все более по-другому но в то время когда я здесь была конечно были небольшие проблемы с вылетом в украину поэтому это разрешалось нам сделали прописку мне точнее прописывают там где живет ваш муж то есть грубо говоря он прописывает вас к себе и после этого уже можно было писать ведомство по делам иностранцев мы написали что мы хотим получить внж для меня и так далее пожалуйста пришлите какие документы для этого нужны ведомство по делам иностранцев сразу автоматический ответ приходит что нужно учитывать пандемию и учитывать что очень много работы и так далее и тому подобное то есть что это затягивается не на одну неделю чале мая мы подали заявление нам прислали список документов которые нужно отослать в абх мы так называем это услам драм то усландер пихерда это есть ведомство по делам иностранцев миграционная служба вот как то так она называется здесь нам прислали список документов значит что мы должны были отправить во первых мой национальный загран паспорт во вторых прописку мою в третьих наше свидетельство о браке и в четвертых нужно было отправить две фотографии прислали также формуляр который нужно было заполнить там вплоть до цвет глаз рост все что нужно и нужно было вклеить туда карту два формуляра я заполнила мы все отправили сразу говорю что лучше отправлять в письменном виде потому что и с уведомлением потому что в письменном виде имеется ввиду письмо к ним на почту я лично относила прямо к их ведомство на находится у нас центре города относила пускала в их ящик на нем написано штат хаус айнс и пускала в ящики и мы ждали ответа конечно параллельно еще отправили в электронном виде по электронной почте но на самом деле в письменном виде это очень важно отправлять потому что тогда у вас есть какой-то доказательстве какая-то уверенность в том что вы это все отправили вам должны ответить обязаны даже в общем в начале мая где-то это было числа 10 наверно 12 вам это все отправили ровно через три недели 1 июня нам написал мужчина сотрудника баха который занимался нашим вопросом написал что все документы приняты все документы рассмотрены и мы назначаем вам термина который вам нужно прийти в абх 14 июня ровно через две недели после вот данного письма где будут сняты ваши отпечатки пальцев и так далее и тому подобное 14 июня в 9 утра у нас был термин мы сходили туда очень нежливо сотрудник с нами разговаривал я стал отпечатки пальцев мы заплатили 28 евро это сбор за карту и паспорт он тоже проверил мой национальный загранпаспорт и где-то я еще расписалась под ведомостью что я все сдала все хорошо что я жду карту значит 14 июня на термина мужчина нам сказал что ваша карта связи с тем что пандемия все очень долго длится ваша карта будет готова 26 июля то есть это через полтора месяца грубо говоря о термина в 10 45 вы можете за ней перейти ну как бы хорошо хорошо мы еще у него спросили можно ли до этого времени получить какой-то фикцион бешайнивым какой-то какое-то разрешение чтобы полететь хотя бы в украину потому что до этого я старалась никуда особо не выезжать не летать чтобы все таки сделать все документы уже тогда свободно ездить путешествовать и так далее он сказал что вы конечно можете на это нежелательно это все подождите карта тогда и полетите разрешение тоже нам не дали потому что отметил что разрешение даются только вот именно беженцам которые которых нет вообще никаких документов то есть даже загранпаспортов каких-то или там я не знаю вообще никаких документов им даются вот такие разрешения чтобы они хотя бы смогли передвигаться там по германии и так далее поэтому разрешение мне такого не дали райзапас мне тоже не нужно делать, потому что райзапас это и есть мой загранпаспорт национальный украинский, то есть нам сказали, ждите карту, как бы и до свидания. Ну, я настроилась, что я уже жду карту до конца июля, хотя мы в конце июня планировали лететь в Украину, но все это перенесли, я сказала, лучше подождать, все сделать, тогда спокойной душой уже улетать, поэтому все перенесли абсолютно, и отпускаю все, но что же произошло и почему сегодня 5 июля, а карта уже у меня в руках, спросите вы, сейчас вам все расскажу. В пятницу, 2 июля, у моего мужа случайно получился так, что бывает очень редко, случился выходной день, ну и мы решили зря не тратить время, так как у нас сейчас идет переезд и нужно много всего сделать, решили съездить в мебельный магазин, в магазин техники, посмотреть холодильник, вы все это видели в предыдущем видео, и значит в пятницу, это было вот буквально 11 часов утра где-то, может быть полдвенадцатого, мы уже собрались, мы уже выходили, муж уже стоял на террасе на улице, я выходила в тот момент, когда я уже открывала дверь, уже выходила и нужно было мне ее закрыть ключом, раздался звонок в дверь снизу с домофона, то есть телефон я услышала возле двери, муж ответил, там сказали, что принесли письмо специально для меня, то есть для Миланы, я вообще не поняла, потому что ну как бы я ничего не ждала, никаких писем, здесь конечно больше всего писем приносят пока моему мужу, мне редко, но вот так вот случилось, какое-то письмо принесли, я даже не знала какое письмо, мужчина сказал, что мне нужно подняться, ну мужчина почтальон, дойче пост, сказал мне нужно подняться, передать фрау от Мажовой лично в руки, потому что ну как бы это очень важное письмо, даже мужу я не могу его отдать, супер отлично, мы подождали, он поднялся, все, он проверил я, это не я, по фотографии, там по всем, по всем канонам, документам, паспортам и так далее, выяснил, что это все-таки я, отдал мне письмо, сказал там всего хорошего и ушел, и что вы думаете, каково было мое удивление, когда я вот открываю письмо, и там лежит моя карта и письмо от АБХ, в письме было написано, что уважаемая Милана Атмажова, ваш термин на получение карты был назначен 26 июля, но так случилось, что ваша карта уже готова, на самом деле ее печатают в Берлине, есть такая организация Bundesdruckerei, типография официальная немецкая, вот она печатает эти все документы, и ваша карта уже готова, мы вам ее присылаем в связи с пандемией, в связи с коронавирусом, чтобы избегать вот этих всяких ненужных лишних встреч, вам не нужно приходить 26 июля, ваша карта готова, поэтому мы решили вам ее прислать, поздравляем, все отлично. Отдельно еще была анкета, которая должна была заполнить, там было несколько вопросов, точно ли я получила карту, все ли хорошо, так далее, тому подобное, несколько проверочных фраз, моя роспись, дата и так далее, и нужно было это все отправить, чистый конверт от них, они всегда так присылают, и нужно было это все отправить им обратно, мы уже это отправили, и все. Я была очень удивлена и счастлива, и рада, потому что мы этого вообще не ожидали, на самом деле карту должны были дать в конце июля, получилось, что практически за месяц до назначенного срока ее отдали, грубо говоря, все каждый раз длилось по две недели, то есть в середине мая мы подали документы, через две недели их рассмотрели, 1 июня нам написали, 1 июня назначили термин через две недели на 14 июня, и после термина через две недели нам, грубо говоря, через две с половиной недели нам прислали, мне прислали карту. В общем, я хочу вам сказать, что нужно верить в хорошее всегда, и часто читаю в немецких группах, где пишут русскоязычное, да, что очень сложно, очень долго работает АБХ, и все ждут, и кто-то ждал карту по три месяца и так далее, не знаю у кого как, вот вам рассказала за себя, как все получилось, и на самом деле очень многое зависит от работы АБХ. Хочу сказать, что в нашем городе, в Монстере, с этим вообще никогда не было проблем, на самом деле администрация работает очень четко, очень слаженно, всегда, несмотря на пандемию, мне вот нравится их работа, у них нет такого, что там ждите, и никто не ответит никогда, всегда вежливо, всегда ответят, всегда перезвонят, всегда напишут, не переживайте, все будет сделано, если все по закону, то это все по закону, если уже у вас что-то не так, то, конечно, вы будете ждать там три месяца, полгода и так далее. В общем, я теперь с картой, что здесь написано, здесь написано Aufenthaltskarte, если говорить по-простому и на русском, это временный вид на жительство в Германии, дается она на пять лет, она у меня действительно до июня 26-го года, что еще, здесь указано, так, здесь написано Милан Атмажова, но вы знаете, что я взяла фамилию мужа, поэтому на задней стороне карты написано, что я по мужу Попова, поэтому, когда я поменяю загранпаспорт, а я его скоро планирую менять на новую фамилию, мне же не нужно будет менять эту карту, здесь уже все указано, мы специально это обговорили с сотрудником АБХ, чтобы не было никаких проблем, здесь указывается прописка город и так далее, если я сейчас переезжаю, то здесь делается такая наклеечка с новой пропиской. Дальше, что здесь еще есть интересного, ну, конечно, указано место рождения, креничное у меня, и обязательно указан цвет глаз и рост, потому что это важно для биометрии, насколько я знаю, но, в принципе, все, и, конечно, моя роспись и моя фотография. Так что вот так, следующий шаг какой сейчас, это, конечно же, самое важное, это страховка. Скажу сразу, моя страховка уже готова, в электронном виде, она уже есть. Хочу сразу сказать, что здесь это все работает очень слаженно и связано между собой. На деле, когда мы отправили документы в АБХ на получение карты, мы параллельно отправили документы в нашу страховую компанию, у нас АОК, у мужа АОК, получается, мы туда и отправили на получение для меня страховки. Вообще, мы решили сделать семейную страховку как бы общую. И страховая компания начала спрашивать, а у вас что, нет еще карты, а вы нигде как бы в базе не знали, что здесь не зарегистрировано, мы так не можем сделать, пришлите хотя бы какое-то разрешение. Мы сказали, хорошо, когда из АБХ пришло разрешение, что вообще, мы уже идем на термин до получения карты и так далее. Отослали в страховую, они сказали, ну да, хорошо, ну в общем, мы посмотрим. И потом уже, я уже сама поняла, муж говорит, я-то и так знал, что так будет, потому что страховая на самом деле следит по базе данных, когда мне, когда готова моя карта, когда что, как только 2 июля мне прислали карту, а за день до этого, 1 июля, мне уже страховая прислала письмо о том, что моя электронная страховка, наша электронная семейная страховка уже готова, но она пока в электронном виде, как только вы получите карту, мы вам пришлем уже, такую же она должна быть тоже в виде карточки, пришлем вам по почте в почтовый ящик внизу. Я тогда не придала тому значение 1 июля, потому что я знала, что аж 26-го должна быть карта, поэтому, оказывается, страховая знала все раньше, а второго уже прислали вот в эту карту из АБХ. В общем, получается, сейчас на этой неделе, я так понимаю, скорее всего, пришлют страховую, уже страховая пришлет страховку семейную, потому что на самом деле в Германии без страховки нельзя. Это не так, что ты хочешь или не хочешь. Здесь страховое, медицинское страхование обязательно, поэтому вот так. Поэтому я сейчас уже с картой, будет страховка, уже тогда можно будет спокойно лететь в Украину, в отпуске и так далее, я надеюсь. Поэтому все вам рассказала, у меня даже листики все написала, чтобы ничего не забыть. Что еще хочу сказать, что самое главное, что вы должны делать, когда вы находитесь в чужой стране, это всегда двигаться вперед, не бояться, несмотря на то, что вы не знаете язык там или еще что-то. Если кто-то есть, кто вам поможет, обязательно принимайте эту помощь. Мне очень часто, практически каждый день, наверное, пишут разные люди. И есть даже несколько девушек, у которых сейчас идет процесс, например, на этапе регистрации брака, да, и они постоянно советуются, спрашивают, а как то, а как это. Я с удовольствием всем помогаю и пишу, потому что помню, в какой мы ситуации были, и тогда помощь тоже очень была нужна, когда ты ничего не знаешь, как можно, как нельзя, как лучше и так далее. Это все длится долго. Поэтому не переживайте, принимайте эту помощь. Она всегда очень важна. И самое главное, не сдавайтесь, потому что, ну, как бы, если вы в чужой стране, то если вы будете сдаваться, ничего и не будет. Так, еще одна хорошая новость, чтобы не забыть вам ее рассказать. Вчера у меня закончил, точнее уже еще на той неделе у меня закончился курс А1.1 по немецкому языку. Вчера я успешно сдала экзамен по этому курсу. Огромный такой тест прошла, сдала его на 88% из 100. Это очень хороший результат, уверяю вас, для немецкого языка. Поэтому все прошло хорошо, и уже в четверг, 8 июля у меня начинается следующий курс А1.2. Уверена тоже иду дальше. Мне нравится, как у меня вырос словарный запас, пополнился немецкими словами. Я начала больше, более свободно общаться. Это чувствуется, когда я иду в магазин, в аптеку, неважно куда, когда кто-то звонит по телефону. В общем, очень хорошо все проходит. Потихонечку учим. У нас продолжается переезд. Эта неделя уже будет, скорее всего, такая заключительная. Думаю, что в субботу-воскресенье мы уже полностью переедем, дособеремся и переедем. На самом деле, мы бы переехали раньше, но, конечно же, муж работает, и в будние дни у нас вообще нет времени этим заниматься. Поэтому все оставляем всегда на субботу-воскресенье. Уже с завтрашнего дня, со вторника, у нас начнутся просмотры нашей старой квартиры. Я вам говорила, что мы ее сдаем. Я выложила объявление на eBay Crown Saigen. Это такой сайт, как OLX, наверное, в Украине. И на самом деле, уже больше 50 заявок на просмотр квартиры. Люди ищут квартиры. Здесь с этим сложно, даже с такими вот социальными недорогими квартирами. Поэтому будут просмотры. Надеюсь, что все случится, все будет хорошо. И до конца июля мы сдадим квартиру, потому что раньше нельзя. 1 августа только может ехать другой человек. Но в новую квартиру мы переедем намного раньше. Ну все. Это, наверное, все новости, которые накопились на сегодня. Вот такие хорошие, прекрасные. Принимаю поздравления с тем, что я получила наконец-то временный вид на жительство в Германии. Этому очень рада. И еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за то, что смотрите наш канал. Каждый день новые подписчики. Это очень приятно. Много людей спрашивают. Очень много людей советуют, какую мебель в квартиру лучше купить, какой холодильник выбрать. Это очень приятно. Я всегда все ваши советы учитываю. Особенно тех людей, которые здесь живут и живут уже давно. Они намного больше все знают. Мы еще всему на самом деле учимся, как жить здесь правильно и комфортно, скажем так. Поэтому потихонечку все обустраиваем, перевозим. И параллельно вот случаются вот такие приятные новости, как получение вот этих всех карт. Без этого, конечно, никуда. Если бы не это, то и переезд и все остальное было бы уже, знаете, не нужно и ни ко времени. Значит, все рассказала. Всем поделилась. Всего вам самого хорошего. Спасибо вам, что смотрите нас. Спасибо, что лайкайте, комментируйте, что вообще вам интересна наша жизнь. Всем пока.